В Галском районе началась диспансеризация населения, направленная на выявление и лечение опасных заболеваний, приводящих к преждевременной смертности. Минздрав Абхазии и специалисты Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации начали совместную работу по всеобщей диспансеризации взрослого и детского населения. 50 специалистов из Москвы самого разного профиля и 12 мобильных автомашин с лабораторно-диагностическими комплексами развернулись перед зданием Центральной районной больницы, чтобы жители района смогли пройти обследование. Как сообщил генеральный директор Федерального клинического центра высоких медицинских технологий Константин Агапов, диспансеризация населения будет проходить в Абхазии около двух месяцев, а в Галском районе – неделю. По приказу руководителя нашего Федерального медико-биологического агентства Владимира Викторовича Уйба по согласованию с вашим Минздравом мы приехали сюда, здесь проработаем порядка двух месяцев. Такое же мероприятие проводили в 2012 году. Задача какая-то, что там обследование пациентов, население жителей Абхазии. Все у нас врачи есть, узкие специалисты, взрослые, детские, необходимое оборудование, 12 единиц техники, все желающие, даже кто-то, если просто ни на что не жалуется, но просто хочет проверить состояние своего здоровья. Пожалуйста, приходите, мы готовы. На территории города Гал мы будем находиться с 5 по 10 апреля в течение полного дня, без выходных. Будем проводить обследование, лечение в рамках наших полномочий и возможностей местного населения. Всех приглашаем приходить, обследоваться, учиться, никаких ограничений нет. По словам главного врача Центральной районной больницы Георгия Шоня, диспансеризация в Абхазии проводится не в первый раз и бесплатно для всех граждан. Для ее прохождения необходим лишь паспорт или любые другие документы, удостоверяющие личность. Специалисты разные, кардиологи, два детских невролога, урологи, хирурги, то есть больные могут обращаться практически всех профилей. И с сегодняшнего дня уже осуществляется прием. Мы выделили всем кабинеты, то есть наши врачи подъяснились, и практически все ушли, скажем так, в одну комнату из-за того, что у нас и так ограниченное количество и персонала, в первую очередь, также проблемы с кабинетами. Так что мы быстро, мобильно развернулись. Медики призвали гальцев не тянуть с обследованием во избежание очередей и рассказали о направлении своей работы. Мы прибыли с целью проведения диспансеризации, осмотра населения вашего региона. По части эндокринологических вопросов, по вопросам эндокринологической службы, конечно, на первое место выступает проблема диапетологии, проблема нарушения углеводного обмена и скрининга нарушения углеводного обмена, так как факторов риска много, соответственно, развитие сахарного диабета. Сюда относятся категория пациентов старше 40 лет, то есть пройти обследенный предмет выявления нарушения углеводного обмена уже должны лица как минимум 40 лет и выше. Вообще наша задача, да, то есть, соответственно, оценить эпидемиологическую ситуацию, обследовать всех обращенных пациентов. Мы принимаем до последнего пациента, то есть сколько придет людей, всех примем, то есть никому не откажем в помощи. Работаем до конца, до последнего пациента. Очень перспективно то, что все снимки сохраняются в архиве. Вот мы приехали сейчас, приехали через полгода. Мы можем сравнить женщину, изменилось что-то или не изменилось. Динамика очень важна. И, конечно, очень большой вот вклад в выявление онкозаболеваний. Можно самые мельчайшие формы, там несколько миллиметров видно прекрасно, лимфоузлы видны прекрасно. Это малые формы спасают, на ранних этапах выявленный рак, вот спасает жизнь женщине. Он излечивается полностью. Так что приходите к нам на маммографию. Это шанс спасти свою жизнь просто. Вначале пациента регистрируют, затем направляют в соответствующие кабинеты, координируя таким образом весь процесс. Для того, чтобы сдать анализы и пройти обследование, не требуется иметь какие-либо симптомы или жалобы. Главная задача такого медосмотра как раз найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается или вовсе не обращает на это внимания. Чаще всего люди обращаются с сердечно-сосудистыми патологиями и неврологическими заболеваниями. На что вы жалуетесь? От сердца давление, сахар, давление вообще высокое. Значит, понимаете, все хорошо, отлично. Давление скачет и сердце болит, так что накопилось всего много. Всеобщая диспансеризация проходит на добровольной основе. Программой могут воспользоваться абсолютно все граждане Абхазии. Она должна охватить все районы страны, но первыми ее проходят жители Галского района, которые всю неделю будут иметь возможность обращаться к специалистам самого разного профиля. Обследованные пациенты будут иметь возможность продолжить лечение в федеральных клинических центрах России.